Мне кажется, не все поняли, что я имела в виду, сняв видео о фильме и о сериале. Я вообще понимаю, что мы все разные, у нас разная жизнь, разное восприятие, мы по-разному думаем, по-разному видим всё. Я не имела в виду, что фильм и сериал, который я советовала, это нонсенс. Не нужно воспринимать вообще всё, что я говорю, как будто я что-то новое несу, как будто я пытаюсь открыть глаза на что-то, чего вообще не существовало раньше и о том, о чём вы не знали раньше. Вы можете вполне знать то, о чём я говорю. Вы можете поддержать меня в этом, как сделали, допустим, многие другие. Но зачем? Хотя я понимаю, зачем. Люди просто не понимают того, о чём я говорю. Это сложно сделать людям, которые... Да вот я иду на работу, прохожу мимо деревьев, цветов, всего остального, не замечаю этого всего, потому что мне это нафиг не нужно, мне это неинтересно и всё остальное. Такие люди не могут заметить то, что замечают, допустим, не знаю, творческие люди. Да, творческие люди, как мы знаем, они более такие эмоциональные. Творческие люди, они видят всё совсем по-другому. Я не считаю себя прям вот совсем творческим человеком. Я просто вижу то, как я вижу, пытаюсь это показать другим людям. Может быть, кто-то не замечает этого. Может быть, кому-то лишний раз просто напомнить об этом. Это не значит, что я веду уроки какие-то по воспитанию, по восприятию. Если до вас дошло, то это хорошо. Если вы чего-то не понимаете, то не нужно мне писать, что это банальщина, это всё такое очевидно, я это уже давным-давно пережил. Я за вас очень рада, я это тоже всё пережила. Я, во-первых, обратилась к людям, у кого есть дети, у кого, может быть, подрастают дети, чтобы быть внимательнее к ним. Опять же, никто не понял суть сериала и фильма, который я рекомендовала, потому что половина смотрела просто вот сквозь пальцы как-то, понимаете? Опять же, фильм рассказывает то, как девушка в определённый момент поняла, что она умрёт, понимаете? Умрёт. Вот представьте то чувство, когда вы понимаете, что вот, вот, вот он рубеж, всё, что дальше делать? В итоге она с этим боролась изо дня в день, но в один прекрасный момент она поняла, что она умрёт и поняла, что это неизбежно, что она ничего не изменит, она может прожить просто этот день так, как она его хочет, не так, как она проживала всё это время, а именно по-другому, просто по-другому. Фильм рассказывает восприятие нашего мира, фильм рассказывает то, как не нужно жить жизнь, прожигая её впустую, просто впустую, понимаете? Вот это рассказывает фильм. Да, нужно жить здесь и сейчас, да, нужно ценить каждую минуту, да, нужно ценить природу, нужно ценить окружающую среду, нужно ценить людей, окружение, относиться друг к другу лучше. Это не просто банальные слова, это слова, которым не то чтобы даже нужно следовать, это должен быть закон для каждого, потому что мы все живём сейчас как скоты, мы просто друг друга ненавидим, мы просто готовы убить друг друга, мы даже делаем это. Это ненормально. Да, один-два человека, таких как я, не изменят мир, но вдруг, а вдруг вы не знаете, вы не можете знать наверняка. Сериал же раскрывает тему детей и родителей. Дети жестоки по отношению друг к другу, поэтому родителям вообще вот на протяжении того времени, как дети уходят в садик, в школу, нужно быть внимательнее к своим детям, нужно относиться к ним нормально, а не так, что, ну, ты есть здесь как бы и нормально. Вы должны понимать, что мало ли что может случиться с вашим ребёнком, и что мы все не вечны. Многие считают, что да, он будет жить вечно. Нет, нужно быть внимательными друг к другу, потому что рано или поздно это всё может закончиться. А какие у нас сейчас родители? Родителям всем пофигу. Либо родители считают, что они вправе распоряжаться жизнями своих детей, что дети должны проживать жизни своих родителей. Я считаю, это неправильно. Сериал как раз-таки показывает, что дети должны быть детьми, и детям нужно прививать и объяснять, что такое люди и отношения к людям. Сериал показывает также взрослые отношения к детям, к их якобы банальностям. Для детей это не банальности. Это для нас всё банальности, потому что мы уже это прожили в своё время. У нас сейчас притуплённое ощущение восприятия, потому что эта ситуация для нас уже не проблема. Это не ситуация для нас, потому что мы это пережили, у нас это было. Мы эту проблему разрешили, мы знаем, как это что-то сделать. Мы даже если советуем со своей колокольни ребёнку что-то сделать в этой ситуации, ребёнок боится, ребёнок может не сделать это из-за страха, ребёнок может жить в страхе постоянно. И хуже всего, когда мы не обращаем внимания на детей, на их проблемы, на то, что происходит в каждой школе. В каждой школе есть притеснение и издевательство. Дети вам просто об этом не говорят. Потом вырастают такие уроды моральные, которых вы встречаете как раз-таки на улице и считаете, что так нельзя, что так ненормально, какой он дебил, как он себя ведёт плохо. Так вы же сами воспитываете этих дебилов. Я не говорю, что все, у кого есть дети, значит эти дети дебилы. Нет. Но большая часть родила и всё, и на самотёк. Ну живёт и живи. Ты натыкайся на свои грабли сам. Я тебе не буду ничего рассказывать, ничему учить не буду. Знаете, я скажу свой опыт. Меня папа учил всяким жизненным ситуациям на своём опыте. Он мне рассказывал кучу историй, причём очень интересных. Это у меня всё откладывалось под корки. И я не скажу, что я не обжигалась больше. Нет. Но я один раз обожглась, сопоставила рассказ папы, свой опыт и, соответственно, потом пыталась уже не делать так. Да, можно сказать, что, блин, дети к этому сами могут дойти и не нужно их трогать. Да, есть дети, которые доходят сами. Но есть дети трудные. А вы не знаете, какой у вас ребёнок. Ну и опять же, сериал и фильм, о котором я говорила, не показывают только что-то для детей, для подростков. Нет. Здесь раскрывается также жизнь взрослых. Вы думаете, взрослые не издеваются над друг другом на работе, в офисах, в магазинах, на улицах? Нигде, да? Вот честно, в каком вы мире живёте, мне интересно, где ничего плохого не происходит, всё офигенно и не нужно стремиться к лучшему. Зачем становиться лучше, если мы и так охуенные? Честно, я сколько снимаю такие вот жизненные, душевные ролики, где хочу показать что-то. Я не думала, что нужно разжёвывать, понимаете, вот как детям действительно. А мне пишут взрослые люди, которые якобы прожили жизнь, они уже всё это пережили. Но тем не менее, детей своих воспитывают, не прививая им ценности человеческие. И в то же время сами живут, считают, что у них всё охуенно, потому что они такие умные. Если вы все такие умные, то зачем вы смотрите Ютуб, зачем вы смотрите меня? И в то же время, зачем вы вообще что-либо смотрите? Читаете книги, обучаетесь чему-то, где-то кого-то слушаете. Зачем? Знаете, я много раз думаю о том, что я умная, я такая всезнающая. Но читая какую-нибудь очередную книгу, либо смотря какой-нибудь фильм, который действительно заставляет тебя задуматься о чём-то, я понимаю, что нет, есть много всего, о чём я не знаю. А также есть много всего о том, о чём я забываю, о чём нужно мне напомнить, чтобы я не забывала. Я считаю, о человечности и об отношениях одного человека к другому должно быть напоминание всегда. Мы должны всегда помнить, как относиться друг к другу. Мы должны всегда учить этому детей, потому что дети сейчас, потому что дети — это будущее. Все об этом знают, но почему-то все считают, что дети сами всему научатся. Люди сейчас забыли, что такое добро, что такое мыслить здраво, что такое природа, что такое окружающий мир. Люди считают, что есть одна таблетка, которую кто-то когда-нибудь придумает и расскажет, либо покажет. И эта таблетка будет нам помогать с бытовухой, нам будет помогать разрешать какие-то скандалы, проблемы в семье, нам будет налаживать отношения детей и родителей, нам будет помогать на работе, чтобы у нас всегда были удачные дни, чтобы у нас не было фейлов никогда. Нам эта таблетка будет помогать во всём и всегда, решать все наши проблемы. Нет таких таблеток и никогда не будет, потому что вы должны зарубить себе на носу, что всё давно забытое старое — это то новое, чем нужно жить. И мы просто забыли, что это. А я по дружбе напоминаю об этом. А кто такая я? Я просто добрый человек, который несёт добро. Всё равно опять напишут, что нервно больная.